МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После смерти Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе весной этого года мир охватила волна протестов против насилия с расовым оттенком. Во Франции тысячи демонстрантов вышли на улицы под знамена комитета Адама Трауре. Речь идет о молодом чернокожем, скончавшемся четыре года назад, после задержания полицией. Лидером протестного движения стала сестра Аса. Женщина четыре года ведет борьбу за то, чтобы пролить свет на обстоятельства гибели брата. Она добивается судебного разбирательства в отношении тех, кто его арестовал. Мой брат был придавлен весом трех жандармов в течение девяти минут. Сегодня мы требуем, чтобы это дело было классифицировано как умышленное убийство. Мы осуждаем безнаказанность полиции. Осуждаем расовое и социальное насилие. На призывы Комитета памяти Адама Трауре откликнулись тысячи людей, среди них и другие семьи, заявляющие о безнаказанности. Со стороны полицейских. Система, государство хотят, чтобы мы, иммигранты, были на обочине. Мы граждане второго сорта. Каждый раз, когда французская полиция убивает молодого человека, жертву связывают с преступным миром, криминализируют. Но полиция не имеет права доводить молодых до гибели. Смертная казнь у нас отменена. Для Аши Трауре и ее сторонников дело Адама символизирует системное зло. Мой брат умер из-за расистского и агрессивного поведения полицейских. Такое происходит систематически. Мы требуем справедливости для Адама и для всех, с кем случилось подобное. Мы хотим перемен. Никто не вправе обрывать чью-то жизнь. Обвинения, против которых выступила французская полиция. Расизм и насилие характерны для абсолютного меньшинства, утверждают власти. Руководство национальной полиции Франции не ответило на наши просьбы об интервью. Давид Лебарс возглавляет союз комиссаров полиции. Он согласен, что злоупотребления встречаются, но категорически отвергает обвинения в безнаказанности. При этом Лебарс признает, система нуждается в реформировании и в поиске нового этического вектора. Вы подробно описали в своей книге «Ненависть в глазах. Ухудшение условий работы полиции». И говорите, полицейский ничего не выигрывает, оставаясь человеком. Что вы имеете в виду? Мы сегодня работаем под огромным административным бременем. У нас идут громоздкие административные судебные процессы. В системе больше нет места для человечности. Нет места для здравого смысла, на который полицейский должен опираться в отношениях с гражданами. И я считаю, что эта дегуманизация очень влияет на наш диалог с обществом. Мы перегружены работой, которую со стороны многие расценивают как репрессивную. Мне кажется, люди не видят другую сторону труда полиции. Я имею в виду профилактику, обеспечение спокойствия и защиты граждан. Применяемые стражами порядка методы ставятся под сомнение в некоторых докладах ученых и правозащитников. Мы в правовом государстве, это Франция, полицейскому контролю следует подчиняться. В числе критиков последней волны, неправительственная организация Human Rights Watch, которая в этом видео указывает на злоупотребление при проверке личности, особенно среди несовершеннолетних. Меня дважды проверяли. Первый раз мне было лет 9-10. Я подумал, что физический досмотр ребенка – это все же ненормально. Этот адвокат в 2016 году обвинил французское государство в кассационном суде. Суд признал ответственность властей за организацию проверок в отношении лиц определенного типа внешности. По мнению юриста, так называемый фейс-контроль приводит к тяжелым последствиям. Это определяет отношение подростков, молодых взрослых к республике, к госструктурам, которые не дают им дышать. Как только они выходят, они опасаются проверок, знают, что их контролируют. Это стало частью их повседневной жизни. Примирить молодежь с государством – задача Ассоциации «Рейд-Авантюр». Она была основана бывшим сотрудником элитного подразделения французской полиции. В рамках проекта в летние лагеря приезжают полицейские добровольцы, чтобы рассказать о своей профессии самым юным. В том числе и выходцам из неблагополучных районов. Корень проблемы лежит в плоскости образования. Я считаю, что мы должны активно работать над этими вопросами. Думаю, с помощью такого рода проектов мы сможем воссоздать социальную связь между молодежью и госструктурами, в частности, национальной полиции. Есть такие полицейские, которые чуть что начинают бить. Я не знаю. Я работала с ними 9 лет и такого не видела. Некоторые молодые не представляют, как обстоят дела с другой стороны. Это обидно. Да не расисты они. Полицейские правы со своей стороны. Хулиганы тоже для себя правы. В законе написано, что бить молодых людей запрещено. Но и хулиганить тоже запрещено. Так что тут полный паритет. Для них это возможность поговорить с сотрудниками полиции без враждебности, вне служебного контекста. Это позволяет начать настоящий диалог. Который не всегда прост. Мы на марше в городке Мант-Ла-Жули на окраине Парижа. Акция «Дань уважения 34-летнему мужчине, отцу троих детей». Его тело нашли в сене несколько дней назад. Полиция сообщила семье о гибели мужчины по телефону, ссылаясь на самоубийство. Супруга не верит в версию суицида и требует расследования. Как можно совершить самоубийство по пути домой? Скажите мне, он нес пиццу детям. Сомнения растут. Городок встревожен. Люди говорят, что теряют доверие к полиции. Во Франции двухуровневая система правосудия. Один уровень для тех, кто сверху, другой для тех, кто внизу. Глава ассоциации жертв, добивавшейся тюремного заключения для полицейских, застреливших ее брата в спину, пришла поддержать семью. «Семья не говорит, что случившаяся обязательно ответственность полиции. Мы этого не знаем. Но нам очень хочется не иметь сомнений. А сомнения есть, потому что на протяжении многих лет гибли молодые люди. Вокруг их гибели остаются и вопросы, и нестыковки. То, что семья предпринимает шаги, требует правды, а возможны и правосудия. Совершенно нормально. Я просто хочу узнать, почему умер мой муж. Все просто. Мне нужно это, чтобы вместе с детьми оплакать его». Мы связались с местным комиссариатом полиции. Там сообщили, что не могут раскрыть детали идущего расследования. Но подтвердили, что имеют на руках доказательства в пользу суицида. Дело отправлено в прокуратуру.